Идем дальше, значит черешневая тема не закончена, сегодня я снял первый литр черешни, но закон подлости, я не взял с собой фотоаппарат, она уже превратилась в косточки, вот косточки для вас, это было снято у меня недавно, 15 дней назад, вот 15 дней назад черешня, а я же должен, чтобы у вас тоже была черешня, научить, значит смотрите, согласны, что достаточно густо, ну пусть старый снимок, но дело в том, что, ну не сфотографировал сегодня, простите, вот, согласны, да черешня, да еще в Сибири, самые, мой десяток деревьев, я сегодня сочетаю 9 или 10 северных деревьев, самые северные, самые, нет, где-то я северный, вспомните, что Питер севернее меня, хоть там теплее, вот, но, главное не это, самая, условно северная, но самые морозостойкие в мире черешни перед вами, но вопрос стал с опылителями, и тут мне повезло, а я наблюдатель, в каком плане, я подошел, фотографию сделал, подхожу к следующей, а те-те-те-те, еще к одной, а те-те-те-те, разница принципиальная, когда-то, я никогда не говорю, что я сильный выдумщик, вот, я что-то перенимал, я помню, что корнями, я когда садил первый раз дерево, я помню, что корнями вниз, меня, первоклассника, учил, учитель сажать вишни на улице городка, как он называется, на улице военного городка, где служил мой отец, понимаете, в 7 лет, я уже знал, что корнями вниз, уже знал, и вот такие тонкие, помалечку, помалечку сложилась какая-то система, но я умудрился прочитать, друзья, что, если хотите иметь урожай черешни, садите их по ремешку с вишнями, ну, не такой уж я знаток, вот, на Украине, где я был, я редко видел черешни, деревья, да еще угадай, когда сплодоносят, они же быстро, раз и нету, вот, в прошлом году смели все черешни и вишни, птицы, что случилось, обычно не трогали, а или наклюнут, как бы напьются, а потом косточка падает мне чуть ли не в руки, и косточка вам, и вдруг в прошлом году чисто, ни одной косточки, ни одной, а высота 5-8 метров, ни с какой не могу достать, хоть бери эту, пожарников, бери на прокат эту самую, пожарную машину с этим, но достать не мог, ни в том случае, ни в том, но в одном случае они падали мне, доставали с косточки, а в другом не было ничего, заодно и вишню кислу съели, и тогда я в этом году, а мне уже 72, скоро праздновать будем, вот, и только сейчас я, наконец, до конца разгадал, эти растет, ну, видно на дальнем плане, ну, ни хрена не видно, правда, она рядом с вишнями, так, а вот это, одинокая, одиночная, вот это одиночная, вишен нет, поражай нет, то есть, когда-то, много лет назад я прочитал, что садитесь с вишнями, друзья, пусть долго, эмоционально, а если представьте себе, я просто вот так вот, так, это вот девишен, это девишен нет, это девишен нет, вот, а кстати, вот еще, пожалуйста, это уже мы сегодня еле, я впервые угощал гостей, вот, пока по низу жиденько, а все там наверху, я до них не дотянусь, вот, ну, такой приличный вырожай, но 90 нет, 80% достанется, дай бог, если скинут мне косточки птицы, тогда еще я смогу со всеми вами рассчитаться, я имею ввиду все заказы выполнить, вот смотрите, еще неделю назад уже вот такие были самые крупные абрикосы, идет дикая, дичайшая засуха, дичайшая, вчера впервые выпал нормальный дождь, это было три дождика, которые даже высину мне не намокало, а высина, отдельные капли, и вот, наконец, первый нормальный дождь, как они умудрились, сегодня у меня приехал, рухнуло четвертый абрикос полностью, вот, фотографировал, показывать даже не хочется, или уж показать, вот, страшная вещь, ребята, фото 220, два у него тут, а может, там ниже я разместил, но я все-таки покажу, вот, вот это покажу, вот, вот это, вот это, вот это, жуткая картина, а это уже другая тема, знаете, дойдем, не дойдем, одной из самых идиотских агроприемов, освещенных наукой, вот это все надо вырезать, абсолютно здоровое дерево искалечен, это случайно подвернулось, ну, ладно, я вам показал, вот эти вот, я вам показал, то, что начало рушиться, а вот, нет, вот они, рухнуло вот это дерево, вот, еще, и рухнуло вот это дерево, то был королевский, а это серафим, на каждом, уже сейчас, если перевести, вот оно, ну, все, грузом не будем, и одно дерево, в эту дикую заску, единственное сбросило половину урожая, одно единственное, вот, на остальных, как будто их там гвоздями прибили, урожай пока предельный, уже начинают бояться, три дерева, ну, три с половиной, три дерева с половиной потерял полностью, четвертое, напомню, сбросило, одно еще деревья бесконечное количество, и на них предельный урожай, ну, я чувствую, что еще падать будут, я не всегда, я говорю, как есть, я не привелись, я не применшаю, полюбовались, вот, а это академик, самый крупноплодный, представляете, какие плоды будут через полтора-два месяца, это будут не плоды, это будет тихий ужас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok